Десногорск Акция на работу на велосипеде Редкий случай иметь такую маму Ветераны принимают поздравления Итоги турнира по мини-футболу среди школ А сейчас об этих и других событиях подробнее В 1981 году на Генеральной Ассамблее ООН был учрежден Международный День Мира С 2001 года его отмечают 21 сентября В эту среду десногорцы собрались у памятника Ангел Мира Чтобы провести единый час духовности Голубь Мира Инициировал эту акцию еще в 2014 году Международный Союз Наследники Победы Она призвана побуждать людей к поиску мира Поиску выхода из сложившейся ситуации А также осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на планете В своей стране и в своем доме Не случайно символом мира выбран голубь Ведь именно эта птица после всемирного потопа принесла оливковую ветвь И весть о примирении Бога с людьми на корабльное С тех пор чистое спокойное небо над головой – это признак мира Вы видите, чистое небо Ясное небо Небо без войны И сейчас, когда по многих уголках нашей планеты идут вооруженные конфликты Мы с вами живем в спокойной стране, без войны За это я прошу поблагодарить наших ветеранов И, конечно же, всем нам приложить усилия, чтобы наша страна оставалась такой же спокойной, красивой И в ней никогда не было войны Мир – это счастливая жизнь Это спокойствие, радостные улыбки детей и матерей всей планеты На акцию были приглашены те, кто сделал все, чтобы в нашей стране люди чувствовали себя в безопасности Это ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, ветераны локальных войн и первостроители города Я представляю тех людей, ветеранов нашего города, которые знают, что такое война Естественно, что мы в первую очередь будем бороться за то, чтобы никогда над нашей родиной не летал враг, чтобы на нашу территорию не ступил наш неприятель Естественно, что мы надеемся на всех вас, ребята Надеемся, что вы закончите школу, что мальчики станут защитниками родины А девочки им будут помогать, хотелось бы в это верить Мы живем в мирное время, и нам трудно представить, что человеческую жизнь оборвать очень легко Ужасы войны знакомы нам, к счастью, только с экранов телевизоров Но каждую минуту на планете Земля погибают люди И мы должны приложить все усилия, чтобы это прекратить, чтобы наши дети никогда не столкнулись с войной Я голосую за мир, сердце всего народа Я голосую за мир, равенство и свободу Я голосую за мир, память у всех хатыней Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню не превратилась вдруг Чтобы на целом свете, между добротой рук, были знакомы дети Что для тебя значит мир? Это жизнь и радость Мир очень важен, потому что мы должны знать, где мы живем В спокойном или в неспокойном мире И мир должен быть всегда спокойным, без войны Все празднуют, которые празднуют на Земле И это означает, что везде мир должен быть В мире должно быть все спокойно и гладко Если будут бушующие войны, то все люди в мире погибнут Перед человечеством стоит множество задач И главное из них – сохранить мир на Земле Сберечь для потомков нашу маленькую по масштабам Вселенной планету Которая из космоса выглядит голубым и прекрасным шаром Десногорск присоединился к всероссийской акции на работу на велосипеде 22 сентября более 50 атомщиков отправились на работу на самом экологичном в мире виде транспорта Рано утром основная часть участников собралась возле памятного знака «Ангел-хранитель мира», чтобы всем вместе отправиться на работу Остальные любители здорового образа жизни выехали согласно расписанию смен Эта акция проводится два раза в год, весной и осенью И работники Смоленской АЭС активно принимают в ней участие Это вторая акция уже на Смоленской атомной станции Первая была по весне Мы готовы участвовать в таких акциях и развивать спорт Мы за экологию, мы за спорт, за здоровый образ жизни К месту работы велосипедисты прибыли в отличном настроении и бодром расположении духа Если велосипедина работает, то здорово Хорошо полезно для здоровья Сегодня прекрасный день, отлично взбодрились, прокатились Хорошая компания, хороший заряд перед рабочим трудовым днем Всех призываю участвовать в данных акциях Они проходят не так часто два раза в год, к сожалению Поэтому присоединяйтесь в наше движение Надо отметить, что на Смоленской атомной станции для двухколесного транспорта Работников-любителей здорового образа жизни Оборудована целая велопарковка, которая в сезон никогда не пустует Комитет Смоленской областной думы по социальной политике Рассмотрел ряд законопроектов, связанных с улучшением обслуживания отдельных категорий граждан Теперь смоляне, которые претендуют на звание ветеран труда Смоленской области Смогут обратиться прямо в многофункциональный центр с заявлением Что во многом упрощает процедуру оформления документов В преддверии дня освобождения Смоленщины Комитет солдатских матерей Десногорска совместно с администрацией и общественными организациями города Поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны 21 сентября наша съемочная группа побывала в гостях у Елены Захаровны Прокопеня Родилась Елена Захаровна 22 февраля 1922 года в деревне Орлова Смоленщинского района Минской области Во время Великой Отечественной воевала на территории Смоленщины в районе Ельни и в Республике Беларусь Была связной в партизанском отряде смерть фашизму Вместе с ней Красной Армией помогал и ее несовершеннолетний брат Владимир Которому на тот момент не было и 17 лет Награждена Орденом Отечественной войны второй степени и медалью Жукова Поздравить ветерана пришли представители Совета ветеранов Десногорска Поисковики, руководитель комитета солдатских матерей и председатель соцзащиты города Мы знаем ваши трудовые будни, военные будни Вы у нас молодец, вы у нас хорошо выглядите Здоровья вам, счастья, успехов Ну это уже последнее время Но вы очень наша такая бодрая Мы вам всего желаем И мы помните, говорили, что мы встретимся с вами еще даже на 100 лет Вы нам обещали В этот особенный день в первую очередь желали мира Мира на всей земле Чтобы страшные годы войны больше не повторились И чтобы по всей планете люди, наконец, примирились и жили в гармонии Мир – это значит, чтобы люди все жили благополучно Чтобы радовались, чтобы детей своих растили Чтобы все по своей работе добивались успеха Как же? Мир – это же основное у человека Родные и близкие, безусловно, гордятся таким членом семьи Для них их мама, бабушка и прабабушка – это настоящий герой Давший им возможность жить в мире без войны Она все больше меня помнит У нее лучше, чем у меня память Она заботливая мама Тяжелую жизнь прожила Особенно в юные, молодые годы Когда была война Когда в плену была И в общем Да и потом возвратилась в сожженную Белоруссию Уговариваю ее, чтобы она встречала гостей Чтобы о ней память осталась в Десногорске Ну, вообще, по жизни Редкий случай иметь такую маму Свидетелей той страшной войны остается все меньше Еще меньше тех, кто защищал Родину на полях сражений или в партизанских отрядах Наш долг – сохранить память о них в наших умах и сердцах И самое главное – тот мир, за который они так сражались, не жалея своих жизней В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, как проходил турнир среди школьников по мини-футболу на траве Посвященный Дню освобождения Смоленщины Вчера состоялся завершающий этап соревнований Итоги подведены Подробнее об этом в нашем заключительном сюжете Турнир проходил три дня по круговой системе в каждой из возрастных групп Всего таких групп было три 2001-2002 года рождения 2003-2004 и 2005-2006 Участвовали все четыре школы города Ребята боролись с азартом, не уступающим взрослым профессионалам Активно атаковали, грамотно работали в обороне Боролись за мяч и переживали за каждый забитый гол Но фортуна дама, как известно, капризная И победитель может быть только один Во всех трех возрастных группах не было равных ребятам из второй школы Они одержали победу практически во всех матчах с большим перевесом А вот ребятам из третьей школы повезло чуть меньше Два вторых места в группах 2001-2002 годов рождения и 2003-2004 К сожалению, в группе 2005-2006 из третьей школы команды выставлено не было Зато в этой группе второе место досталось школе номер 4 Им же удалось занять третье место среди команд 2003-2004 годов рождения В остальных группах на третью ступеньку предистала попали ребята из первой школы В основном как раз во многих школах участвуют во многих фитах Это вот игровых, потом легкая атлетика В основном это не те же дети, которые активно занимаются Это и семьи идет, естественно, многие Поэтому действительно, как сказать, энтузиасты Бывает так, что после участия в турнире по мини-футболу Ребята решают пойти заниматься этим видом спорта в секцию Организаторы стараются проводить их ежемесячно Собственно, не важно, что вас больше привлекает Футбол, баскетбол или любой другой вид спорта Главное, чтобы вы вели здоровый образ жизни И не забывали поддерживать в себе любовь к физической культуре Это все новости на сегодня С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание! До новой встречи!